Шалом, здравствуйте. На предыдущем занятии мы говорили о чтении Мегелат Эстер. Тема сегодняшнего урока это еще одна заповедь, связанная с Пурим, подаяние обедным. Каждый еврей должен в Пурим дать два подаяния двум беднякам, то есть каждому бедняку по подаянию. Прежде чем он выполняет эту митцву, эту заповедь, он должен иметь в виду, что он выполняет заповедь по Торе, на Тон Титен, по Туах Тевтах, заповедь мудрецов, Матонот Легюни в Пурим. Это касается всех заповедей, что прежде чем евреи выполняют заповедь, должен иметь в виду выполнить эту заповедь. Каков минимальный размер подаяния? Так написано в наших книгах, что минимальный размер подаяния это шаве прута. Прута в наше время это очень немного, это несколько огурот. И так как основная цель этой митцвы это порадовать сердца бедняков и дать им возможность приобрести что-то к Пуримской трапезе, так следует придерживаться более строгого мнения, которое говорит, что минимальный размер это размер минимальной трапезы. То есть, когда человек может приобрести себе пищу, еду в размере трех бейцим, это соответствует около три куска хлеба, это тоже не так много, но это является минимальным размером подаяния. Написано также в наших книгах, что если у человека есть дилемма, у него есть деньги, и он хочет сделать себе роскошную Пуримскую трапезу, или хочет послать роскошные подарки своим друзьям, с другой стороны, у него есть заповедь подаяния бедным, так если у него есть много денег, так лучше отдать их бедным людям. Написано в наших книгах, что нет больше радости, чем радовать сердца бедняков, вдов и сирот. Тем самым, что человек делает так, он уподобляется Всевышнему, который также заботится о бедняках, о вдовах и о сиротах. То есть, еще раз мы учим отсюда, что лучше вкладывать деньги в подаяния для бедных, чем делать роскошную трапезу или посылать роскошные подарки своим друзьям. Трапезу нужно делать, нужно делать приличную трапезу, и подарки тоже нужно посылать, только нужно знать пропорции. Можно ли дать подарок подаяния бедным в виде чека? Если это чек таков, что это не отсроченный чек, и бедность может получить деньги в этот же день, то это можно подаяния делать также в виде чека. Если чек отсроченный, то есть мнение, которое говорят, что это тоже годится, так как он может получить взамен этого чека какую-то сумму, есть мудрецы, которые говорят, что лучше таким образом не выполнять заповедь. Важно знать, что те деньги, которые мы даем для бедняков в Пуре, это не должны быть деньги из Маасер Ксофим. Что такое Маасер Ксофим? Каждый соблюдающий еврей, он дает десятину от своей прибыли для бедных людей. Когда я выполняю заповедь Маднотливьяния в Пуре, это не должны быть деньги из Маасер Ксофим. Кто является тем бедняком, которому я могу дать деньги в Пуре? Так прежде всего должен быть человек неимущий. Митсва, она была в основном рассчитана на тех людей, у которых нет достаточного количества денег, чтобы купить себе все, что необходимо для Пуре, сейчас таких немного. И поэтому в наше время бедняком считается тот, у которого нет достаточного средств для нормального существования. Он, его семья, и тем более, если есть кто-то, у которого нет хлеба насущного вообще, и он должен побираться, что есть большая митсва, дать такому человеку в Пуре подаяние для бедных. Если кто-либо просит у меня деньги, я не уверен на 100%, что он того заслуживает, так написано, что в Пуре мы не проверяем, кто тот человек, который у меня просит деньги. В остальные дни года следует проверить, кто тот человек, который у меня просит деньги. В Пуре нет. Написано, что в Пуре, коли опушит яд, но тнимло, каждый, который притягивает руку, дают ему. Следует отметить, что, как мы даем всем, не разбирая, все, кто просит, мы даем ему. То же самое, есть очень важный момент, что все молитвы в Пуре, они принимаются особенным образом, так как мы, не перебирая даем, так и Всевышний в этот день может исполнить просьбы каждого еврея, не перебирая. Поэтому важно уделить время молитвы в Пуре. Есть у Пуре особое значение. Если не еврей просит подаяние, так же дают ему в Пуре. Мипнедар кей шалом. Кто обязан в этой заповеди? Как мужчины, так и женщины обязаны в этой заповеди. Даже если это дети, которые достигли возраста бармитцва или батмитцва, они также обязаны выполнить эту заповедь. Маленькие дети, следует их приучать также к этой заповеди. И если они достигли возраста 6-7 лет, папа должен дать им деньги, чтобы это были их деньги, чтобы они смогли также дать бедным. Тем самым мы учим наших детей также выполнять эту заповедь. Дети, которые не достигли возраста 6 лет, даже если ему дают деньги, важно иметь в виду не давать их в его владение. Это связано с имущественными вопросами, мы не будем этим сейчас заниматься подробно. Женщина, которая замужем, есть мнения, которые говорят, что тем самым, что и муж дает подаяние бедным, она также выполняет эту заповедь. Но следует сделать таким образом, муж должен дать своей жене какие-то деньги. По закону Торы, имущество вдове принадлежит мужу, даже если бы жена зарабатывает, поэтому он должен ей дать какое-то количество денег в ее личное владение. Она для этого должна приобрести эти деньги, то есть поднять их на 4 тефаха, около 30 сантиметров. Тем самым это деньги ее. И потом она должна дать эти деньги для бедняков. Или назначить своего мужа посланцем, чтобы он передал эти деньги для бедняков. Можно не передавать деньги напрямую бедным людям, а дать это специальным посланцам, которые называют габаец ДК, которые распределяют это среди бедняков. И то же самое, если, скажем, у меня есть деньги, которые мне жена передала для того, чтобы передать бедным, я могу это сделать через габаец ДК. Важно, чтобы, если эти деньги не поступают в бедняку в этот самый день, по меньшей мере сообщить ему, что у него есть такая-то сумма. Раньше, когда не было достаточно средств, чтобы подготовить пуринскую трапезу, так важно было передать деньги в сам день Пурин. По меньшей мере, габаец ДК должны сообщить бедняку, что у него есть деньги, они должны для него их приобрести, и сообщить ему о том, что у него есть определенная сумма, которую ему дали в этот день. Но, естественно, тот, кто дает подаяние бедному, он должен быть в Пурин. Я не могу дать подаяние до Пурин. И если я даю подаяние до Пурин, это не засчитывается мне, это большая заповедь, можно давать деньги беднякам в любое время, но не о невыполнительном самом заповедь в Пурин, мотанут ли в юним. Если кто-то отправляется в странстве, в пустыню, у него не будет возможности передать это беднякам, он может, опять же, назначить какого-нибудь человека своим посланцем, чтобы он дал это бедному в день Пурин. Есть еще несколько важных моментов, которые следует отметить. Так, скажем, есть то, что называется Шушан Пурин. То есть во всех городах евреи празднуют 14-го Адара. Тогда как Шушан Пурин, он 15-го Адара, это города, внесенные крепостной стеной со времена Ишуабен-нун, там празднуется Пурин на завтра. Так, желательно, чтобы каждый человек дал своим горожанам. То есть, если обязан выполнять митву по данным бедным 14-го Адара и 14-го, тот, кто обязан 15-го, да тем, кто обязан 15-го. И еще один важный момент, касающийся в общем и целом заповеди ЗДК, и в частности это касается заповедей Мотнот Левьяним, что во всех законах, связанных с ЗДК, человек после того, как решил дать какую-то сумму, он не может возвратиться. Он должен дать ту сумму, которую он твердо решил дать. Даже если он еще не произнес, что он кому-то обязан ее дать, и никому не дал, он обязан это сделать, как Регдеш, как была в храме. И поэтому важно, чтобы человек не решал твердо дать кому-то какую-то конкретную сумму, потом он уже не может это сделать.